МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния. Программа «Не спорьте, а спорте» в студии Дмитрий Кузнецов. Футбольный сезон на Брянщине уже завершен. И сегодня мы решили поговорить и подвести некие итоги этого самого футбольного сезона. Сегодня у меня такой экспериментальный состав экспертной комиссии. Я рад приветствовать в нашей студии постоянного эксперта нашей программы. Это Виталий Анатольевич Нитбайкин, известный в прошлом футболиста, теперь футбольный и спортивный функционер. Ну и человека, который широко известен в узких кругах, одного из лидеров фанатского движения на Брянщине. Это Сергей Климов. Здравствуйте, господа! Добрый день! Сегодня будем говорить не только о футболе, но и о делах околофутбольных. Предлагаю все-таки начать с заключительного матча Динамо в этом сезоне. Поединка против «Авангарда». Ну и если поединок вообще можно назвать футболом, то, что происходило на стороне Динамо. Давайте посмотрим обзор, после чего подробно об этом поговорим. Хорошо, что мы не в Томске. Там сейчас минус 12. Подбадривали друг друга редкие болельщики на трибунах. Кому нужен футбол в такую погоду? Вопрос риторический, возникающий из года в год. У меня за 40 лет, 20 лет футбольной карьеры, 20 лет тренером первый раз, чтобы играть на снегу, футбол на снегу. Я думаю, что это никому не нравится и только отнимает зрелищность и игру в футбол. Хотя назвать футболом то, что происходило на поле стадиона Динамо, можно только с очень большой натяжкой. Игрокам, которые даже на идеальных летних полях не всегда показывают зрелищный футбол, на этот раз пришлось бороться не только с соперником, но и с полем. Мяч предательски дробил и застревал в снегу, а вся игра, которая ввиду объективных причин проходила просто без центра поля, свелась с бесконечным навесом и забросом, где преимущество получал не более мастеровитый, а тот, кому просто удавалось удержаться на ногах. По такой игре все могла решить одна ошибка, которую и допустила оборона Динамо в середине первого тайма. 0-1. По сути, этот эпизод стал самым ярким за весь матч. Все оставшиеся до финального свистка время футболисты больше мучились, чем играли в футбол, планомерно превращая газон стадиона Динамо в болото. В какой-то момент у игроков просто стали сдавать нервы. 0-1. Второе к ряду поражение Динамо, которое, к слову, не изменило турнирного положения команды. В зоне центр сине-белые восьмые. Заключительный в этом году матч Динамовцы проведут на выезде против Металурга. По прогнозам синоптиков, в этот день в Липецке ожидается снегопад и до 7 градусов мороза. Это был матч против «Авангарда», но сразу оговорюсь, новость последних нескольких часов, никакого матча в Липецке не будет. Руководство Лиги решило перенести тур 12-й на весну. Может быть, каким-то образом повлиял и поединок в Брянске. Я сейчас говорю чуть-чуть не о футболе, к матчу мы вернемся. Давайте просто такой резонный вопрос, который задавали на пресс-конференции после матча тренером главных команд. Нужен ли футбол в ноябре вообще болельщикам, специалистам, футболистам самим? Не знаю, кто начнет. Ну, пусть Сергей, как болельщики, ближе. Болельщикам, откровенно говоря, разницы-то мало на самом деле зимой и летом. Ну, если сказать так откровенно, этот переход на осень-весна, он чуть-чуть совсем-то сдвинул календарь, если разобраться. У нас появился промежуток в июне, а не как раньше в июле. А так на несколько буквально дней, в апреле начинаем, в ноябре заканчиваем. Конечно, это отвратительно. Но давайте скажем, если бы работал подогрев на поле «Динамо», то было бы совсем по-другому. Включили бы подогрев, да? Но когда к нам приезжали с факелом олимпийским, устроили там ходынку на «Динамо», и все, и привет. В нормальном подходе можно было бы спокойно поле подготовить. Мы помним, когда к нам приезжал играть «Орел» с Белгородом, когда они у себя не смогли в «Орле», играли в Брянске. Потому что в Брянске была отличная поляна даже на начало зимнего сезона. То, что на трибунах, как промершивее, например, постоял весь матч. Ну, я даже по тому, что, например, постоял, ничего, я привык. Ну, да, наверное, детям, конечно, некомфортно, пожилым людям тоже наверняка. Ну, можно так сказать, что не очень здрава эта мысль. Ну, что поделать. Ну, ладно Брянск. Ладно Брянск. Ну, вот перед этим был поединок в Томске, где было минус 12, ветер, и, ну, я не знаю. Да, наверное. Ну, если мы говорим об условиях, давайте, если уж мы сравнимся с Европой, мы знаем, что на Сантьяго-Бернабео, например, в Мадриде, да, если температура менее 10 градусов, что бывает редко там, включается подогрев сидений. Подогрев сидений. Мы не говорим-то подогрев поля сидений, то есть там думают о зрителях. И я вам расскажу случай из моей биографии, я последние 4 года заканчивал в Скандинавии. И в середине-начале 90-х там тоже возник вопрос, такой популярный, надо нам тоже подтягиваться к Европе, давайте переходим. Собрали круглый стол, я был свидетель, по телевидению смотрел эти дискуссии. Так там на первых ролях были не президенты клубов, как у нас Гиннер или Газаев, и потом припнувшись к ним Фурсин, который сказал, что надо играть как в Европе, там были на первом плане метеорологи. Они сказали, ребята, не смешите ни людей, ни Европу, мы зимняя страна. И знаешь, к чему свелась дискуссия? К тому, что надо строить манежи, но для хоккея с мячом, бенди, чтобы народ сидел в комфортных условиях. То есть в первую очередь поставили во главу угла болельщиков. Я с тобой согласен в этом, ты правильно сказал, что то, к чему мы стремились якобы, успехи в Еврокубках, успехи сборной оказались пшиком. То есть результат-то отрицательный, и мы потеряли еще самого главного болельщика на трибунах. Я сейчас произнесу фамилию человека, которого в Брянске нельзя произносить, Колокутский, он все время вставил в пример немецкий футбол и Боруссия Дортман, стадион. Там действительно есть тепловые пушки, там есть подогрев сидений, там есть крыша, которая закрывает болельщиков. Понятно, что в таких условиях можно играть и в минусы, я не знаю, но хорошо, вы сказали, что, Сереж, ты сказал, что сдвинулся всего лишь на несколько дней. Это второй дивизион, специально посмотрел заключительный тур РФПЛ 5 декабря. 5 декабря, не беру весь тур, беру только два матча. Амкар Оренбург и Уфат Томи. Представьте, что 5 декабря может быть в Перми. Нет, ну мы видели сейчас в Владивостоке, как почти не состоялся, если бы не героические усилия болельщиков, когда там полметра снега, это начало ноября. Вот вчера, по-моему, выступая в Бубновском на Спорт.ФМ, сказали, что мы уже в начале ноября заканчивали чемпионат. То есть, ну, природу не обманешь все равно. Хорошо, ну давайте возьмем тогда содержание футбола. Вот то, что мы увидели на стадионе, вообще это футбол? Твоя очередь. Ну это печальное зрелище, конечно. Но это, я считаю, что это, ну, неприемлемо даже, что когда, понятно, да, где-то там приятно, где-то душу греет, такая, как сказать, сентиментальность, да, что все болельщики там в едином порыве откликнулись и давай чистить эту поляну. Ну так не должно быть, как бы, нам несложно этот снег почистить, но по-хорошему никто не должен вообще выходить на поле, кроме футболистов, как бы, то есть, потому что я видел, я с этой лопатой там ходил, и там до футболистов уже было, месиво-то. То есть... Не нужно путать патриотизм с идиотизмом. Да, да, и не видно, конечно же, никакого футбола, и никому уже играть не яд. То есть, все вздохнули с облегчением, когда вот это закончилось. Ну так не должно быть, наверное, было. Вот скажите, а такой матч, он вообще показатель какой-то силы команды и вообще выигрывает сильнейший в поединке? Знаете, вот в какой-то момент вспомнил, я понимаю, почему в свое время там в середине нулевых Арсенал там попадал в Москве, Реал попадал в Баварии, в Петербург, потому что люди не могут играть просто в таких условиях. Они приезжают в шоке, мы там хлопаем в ладоши, что да, мы обыграли Реал, но в каких условиях? Я вот смотрел, опять же, возвращаясь к матчу в Томске, когда в какой-то момент спартаковские бразильцы стали просто убирать голову от мяча, потому что больно, потому что реально больно. Ну и вот этот матч, он показатель, что Арсенал, Авангард сильнее Динамо? Ну вот давайте мы не будем брать футбольную составляющую, опять же, после туров в первой и высшей лиге, да, сейчас дискуссия пошла, я просто меня поразил, вот приехал Тарханов из Болгарии и говорит, ни в коем случае нельзя переносить, ни в коем случае, надо дождаться чемпионата мира, вот, мы привыкли, ничего не меня, ну как, ну вот единицы опять говорят, кто мешает на команды второй лиги, на этих съездах, на исполкомах, поднять все-таки вопрос, вернуться, да. Ну что, в чем проблема, когда мы летом, ну с удовольствием приходишь, да, когда запах травы, и когда мы летом пропускаем, то есть у нас абсурд какой-то, и вы знаете, что у нас абсурд, вот у нас сейчас, мы начали программу с того, что симпионат закончился, у нас еще детский футбол-то играется, в Брянской области, у нас детский футбол играется по такой системе тоже. Ну, в общем, остались мы без игрокубков, без сборной и без нормального футбола для болельщиков. Ну, вернемся к поединку, ваш комментарий вообще, что понравился именно по игре, ну, опять же, игра такая специфическая была, в какой-то момент Быков вообще стал играть без центра, ну, я уже сказал в сюжете, что они вынуждены были играть без центра поля, потому что мячик постоянно застрел в снегу, обороняться вот на этих кусках пятиметровой ширины, конечно, гораздо проще. Вот что вы можете сказать по матчу именно? Хочу сказать вот такой поразивший меня факт, и предыдущий игру с Белгородом, мы здесь в команде были в белых и синих, да, в футболках, вот первые пять минут болельщики пришедшие, я не скрою, и я тоже, мы их спрашивали, где Динамо, я к чему это говорю, что класс выровнялся, вот приезжает Белгород, не зря Быков сказал, да, после матча в интервью, что нам чуточку не хватало, и мы, в принципе, могли там выиграть, тут не добрали мы. Класс сравнялся, и здесь кто больше приспособился, ну, чуть, наверное, больше приспособился Курск, может быть, нацелений не были к этой игре. А так, ну, я вообще, Динамо беззубость какая-то в атаке, вот, посмотрите, 15-й тур, забили 10 мячей, да, мы? То есть меньше даже... Ну, с другой стороны, мы одна из самых малопропускающих команд чемпионата. Ну, пусть мы пропускаем, но Динамо всегда отличался атакой, всегда атака, сейчас Авраменко лучше в борьбе 5 мячей. Я не буду сравнивать там с космическим Месси, я помню времена, когда мне пришли играть еще, что Вячеслав Новиков за круг забивал 20 мячей, за круг, а Сидоренко и Корнеев забивали за чемпионат не раз более 20 мячей, не раз это было. Неужели так далеко ходить, он Лямцев 50 наколотил в чемпионат области. Ну, это чемпионат области, это мы не будем... Хотя, вот если есть, да, ну, просто, посмотрите, лучший бомбардир 2-го дивизиона 7 голов, да, лучший бомбардир высшей лиги нашей 7 или 8. Ну, это беда, получается, всего нашего футбола. Давайте сейчас мы посмотрим на турнирную таблицу, на секундочку взглянем. Энергомаш у нас с Белгородом, с Авангардом впереди, неподалеку распространяется Торпеда, явитесь, Динамо 8-е место, и, я так понимаю, исходя из того, что тура последнего уже не будет в этом сезоне, то это окончательная таблица первой части чемпионата. Вот 8-е место Динамо, оно, с одной стороны, в принципе, как бы приятно, то есть мы не совсем в низу турнирной таблицы, с другой стороны, посмотрите, какая разница в очках. То есть, в принципе, Динамо сейчас находится на расстоянии одного поражения или одной победы от Орла. Вот это место Динамо, оно, на ваш взгляд, закономерно. Это вопрос за каждую программу. 8-е место. Нам не место в пятерке, и мы не можем упасть ниже. Ну, таблица, она всегда закономерна. То есть, я говорю, с учетом результативности, меня это не удивляет в том плане, что, опять же, Сашлюш Набыкова, он говорит, что в каждом матче у нас масса моментов, и мы не можем забить. Если ты не забиваешь, как ты поднимешься? Вот посмотрите, у нас, я таблицу посмотрел тоже перед передачей, Орел забил больше нас. То есть, мы как бы сравниваемся, да, параллели проводим, Орел забил больше нас. Ну, если ты не забиваешь, у тебя очков не будет. Ну, ты, если подводить такую некую черту, Сергей, к вам вопрос, и к вам, Анатолий Анатольевич, вот это первая часть чемпионата, давайте уже подведем некие предварительные итоги. Что запомнилось, кто запомнился, кто, на ваш взгляд, главное открытие чемпионата, вот в составе «Динамо», например, кто главное разочарование, и вообще, понравился чемпионат, вот эта первая часть? Ну, мне понравилось, да, как команда с Быковым играет, по сравнению с тем, что было прежде, например, да, с прежним тренером, выделить, ну, наверное, наших вратарей, да, можно выделить, потому что, да, что мы там забили, 10, да, мячиков, то 5 в одном матче, да, и все, это же тоже надо учить, что из этих 10, то есть, когда нет футбола голов, то, конечно, это... Ну, с приходом Быков футбол появился? Ну, появилась какая-то надежда, что-то начало там осмыслено, потому что, ну, опять же, мы слышим примерно то же самое, да, предыдущий тренер говорил, я не понимаю, почему они так играют, у него все время было, да, я их учу, учу, а они что-то не играют, да, ну, а сейчас у нас получается, что, да, там у нас момента много, но никак не... Я учу, а им не везет. Да, им не везет, теперь, то есть, ну, будем надеяться, что, в принципе, условия-то непростые, да, у команды, тренер не может, даже мы понимаем, что, да, в каких, в какой он ситуации, что он не может, там, взять того игрока, которого он захочет, да, то есть, он работает с тем материалом, который у него есть, ну, такие сейчас реалии. Ну, в принципе, вы довольны итоговым местом игрой команды, вот так вот, однозначно? Как сказать, ну, чтобы было понятно, чтобы не прозвучало, то есть, ну, на самом деле, ну, болельщикам важен, конечно, результат, да, но мы не оцениваем, вот так вот, что, во, восьмое место, это хорошо, да, а пятое, еще лучше, или десятое, хуже. То есть, ну, мы на том месте, на котором сейчас находимся, и мы там находимся, в общем-то, как-то так. Я с Сергеем согласен в одном, что вратарская линия, она у нас лучшая. То, что касаемо общего результата, вы знаете, я привык, что Динамо борется сюда за первое место, во всяком случае, за лидерство, и свою бытность, и вот нас и приучили. Скажу два момента. После Белгородской игры, после игры с, с Курском, ну, просто, видимо, спонтанно встречался с болельщиками, и моих лет, и постарше, которые помнят, то время, когда мне пришли сыграть вот с Плеядой, выдающейся, я считаю, футболистов уровня, и Брянска, и нашей страны по тем временам, и они все благодарили за футбол того времени. Все благодарили. И вот сейчас Костя Ушаков как раз публикует заметки с того переходного турнира ноябрьского, когда было 10-11, 10-12 тысяч. То есть, если есть зрелище, народ придет. Народ придет. А если его нет, его и не будет. Что касается Динамо в целом, я единственное не услышал и в начале сезона, и в середине от руководства, вообще, какая цель у команды. Вообще, есть ли цель? То есть, вот играет команда. А что быть в тройке? Быков говорит, я ставлю цель себе. Это правильно. Конечно, он ставит себе цель, и когда его спрашивают об этом, зная его как амбициозного и футболиста в прошлом, и тренера, результат пока не тот, который бы нам хотелось, и не тот, который хотелось бы команде, наверное. Ну что же, оставим футбол в покое, тем более, у нас будет время подумать и подвести итоги этого чемпионата. Я сейчас хотел бы поговорить о делах около футбольных, и в первую очередь, Сергей, с тобой. Скажи, вот в первой части чемпионата вообще сколько выездов удалось пробить, куда съездить, какие выезды запомнились? Потому что и все, кто приходил сюда, из футболистов, тренеров, и тренер постоянно на пресс-конференции отмечает болельщиков, что приятно, что вы приезжаете и в Пензу, и поддерживаете команду причем такие массовые выезды? Какие выезды тебе запомнились? Ну я в этом году уже годы берут свое, то есть у меня три выезда, то есть это наш евровыезд в Гомель еще на предсезонку, Калуга, да, и вот Пенза. А так сейчас очень хорошо поднимается на западе, на западной трибуне, да, вот это движение, и они, там два человека сейчас у нас идут на золотой выезд, там у них ездит, который, да, там золотой сезон, все домашние, все выезда, то есть два человека сейчас, было три, но один чуть-чуть не попал на домашний, на какой-то матч, у него он пролетел, вот, а так все ездят, и это воодушевляет, конечно же, какой был замечательный, да, там, перформанс на прошлом мячике, то есть. А у вас есть какая-то конфронтация, или вы дружите между собой? Никакой конфронтации, мы же болеем за одну, как бы команду, наоборот, то есть мы сейчас, мы сейчас, да, там вот, Север-5, мы чуть сворачиваем, да, потому что мы видим, что там поднимается такое мощное здоровое движение, и мы всем молодежи говорим, все, идите на запад, идите на запад, пусть там будет много народов, а мы здесь ставим, ставим себе клуб тех, кому за. Северским, да, да, таким составчиком потихой грусти, будем там, человек в 15-20, нам достаточно, вполне комфортно, вот, а так, да, да, растет популярность этого вида, то есть видите, какая-то непонятная тенденция, команда, в принципе, как бы играет-то не особо последние несколько сезонов, и там прозябает во втором дивизионе, и тут появляется неожиданно фанатское движение, то есть оно же не просто так зародилось, откуда же... Ну, разумеется, но это не просто там не на ровном месте, это все люди в основном достаточно старые, там, как бы это просто молодежь, они начали активно так вот привлекать, и пошла молодежь, а люди-то там достаточно долго уже, как бы... Нет, ну, я думаю, что это циклично просто, когда-то поднимается интерес, когда-то затихает, там, был, да, был чуть-чуть более у запада какие-то менее удачные годы, когда там к нам больше народу притекало, а теперь наоборот, вот я с радостью снял с себя вот эту ответственность, что не надо кого-то, да, там, что нашлись люди, которые вот это все равно развивается. Я сейчас не случайно заговорил болельщиков, вот мы сегодня обсудили очень интересную и, наверное, важную тему по поводу системы осень-весна, и я сейчас хотел бы поговорить еще с вами, господа, об одной теме, сейчас предлагаю посмотреть кусочек, фрагмент видео, которое появилось недавно в сети, это Раменское, это последний календарный выезд нашей команды в Подмосковье на матч против Сатурна, и вот такое любительское видео, это, я понимаю, столкновение фанатов Сатурна и Брянского Динамо. Если я не прав, Сергей, поправься. Да, это мы наблюдаем пересечение Раменских и Брянских составов, где-то, по-моему, в Броницах это было. Ну, в общем, вопрос в чем? Дело в том, что вот это не единичный случай в последнее время, дело в том, что сейчас по стране прокатилась такая настоящая волна беспорядков на стадионах, это и Владимир, это и Воронеж, это куда уж далеко ходить, это кубок области по футболу, столкновение фанатов местных, областных. Я вот такой вопрос хочу задать. Было ощущение, что где-то там лет пять назад это все затихло, то есть как бы все успокоились и вроде как бы таких уже там нету стычек, ОМОНа на стадионах, драк этих постоянных. Почему это все вернулось? Откуда это все появилось вновь? Я могу только предполагать, но я же как сказал, что циклично повышается интерес к болению, к фанатизму. Появляются, конечно, группировки. И, соответственно, если ты принимаешь условия этой субкультуры, то получаются, конечно же, и драки. А в целом, я могу сказать, да, фильм «Около футбола», например, да, очень сильно подхлестнул, наверное, в какой-то мере, да, вот это все. В кавычках. Да, фильм «Около футбола», на который, да, там финансировался, наверное, из государственных каких-то источников, да, там поддержка киноиндустрии у нас же существует. И вот, пожалуйста, люди посмотрели и начали туда тянуться. Но я все-таки скажу, что, на мой взгляд, футбольные фанаты, они чрезмерно демонизируются, скажем так, всем масс этой медиа. Потому что, вот если мы возьмем, да, ну, школу, простая школа, где-нибудь на Квартале или на Втором Брянске, там 15-18 лет, вот эти три последних класса, скажем, молодых людей, человек 150. Примерно столько же, сколько на секторе Запада, да, примерно одинаковое количество, такого же примерно возраста. И мне почему-то кажется, что у этих школьников приводов, если взять в полицию, будет не меньше, чем у фанатов. То есть, это в рамках общей погрешности, как бы, ну, причем у фанатов сейчас же не модно, ну, как раньше, да, там, пьянствовать. Они не курят, у них здоровый образ жизни, они спортом занимаются. То есть, у них не будет приводов по наркоте, у них по алкоголю нет приводов, да, вот. теперь к вам вопрос, Таня Анатольевич. Ну, все говорят, что-то, вот наше время болели не так. Вот ваше время были такие вот вещи? Пожалуй, нет. Я, во-первых, хочу вот у Сергея спросить, он сказал, что Север постарел, уже там с реки. А какой возраст, скажи мне, пожалуйста, я сейчас стесняюсь расспросить. Мы, в общем-то, когда-то, давно, когда начинались, то мы, ну, у меня первый выезд за Динамом в 88-м году. Есть люди, мы говорили, что все, как 45 лет исполняется, мы с почетом, выдаем такую подставку. И на юг переходим. И на юг, да. Но сейчас вот, уже люди и 50 лет достигли, то есть, как бы, ну, что вы говорите за примерами, тот же самый Иосиф Петрович Камышев, который уже вообще заслуженный пенсионер России и народный артист, так он до сих пор ездит. Вот он не смог в Пензу с нами поехать, очень сильно переживал. Ну, да, так, средний возраст, но у нас есть и молодежь тоже сейчас. Ну, вот, мне 42 года, да, там, и так вот. Есть люди старше меня, есть чуть моложе. Ну, такие у нас. Честно говоря, я не помню, что были вот такие столкновения в то время на уровне вот футбола такого. Ну, вот в 88-м году из того же Орла, вот это первый мой выезд, я помню, едва-едва унесли ноги, и автобусы там громили точно так же, там все это было. Ну, теперь вот у нас времени очень мало остается. Глобальный вопрос. Нужна ли полиция на стадионе, нужно ли вернуть полицейских на трибуны, потому что сейчас, опять же, такой же, как и чемпионат, очень весна. Нужно ли вернуть полицейских? Или... Я, ну, не вижу никаких проблем с тем, что была полиция. Особенно в части брянской полиции, если говорить, да, то брянская полиция достаточно лояльная к фанатам, и никаких с ними ни конфликтов, ничего у нас не было. Поэтому, наверное, где-то будет безопаснее, если это будет дежурить, полиция, потому что, то есть, ну, когда стоят такие чоповцы, вот такая ситуация, как на Кубке, пять секунд она происходит, а это на Кубке такая, на таком уровне, да, там, на областном, а на междугородском, то это может гораздо серьезнее быть проблемы, если придут там реальные околофутболисты на гостевой сектор и три чоповца. Я согласен, я думаю, что до волонтерского движения, которое сейчас на Западе, да, волонтеры занимаются вот охраной порядка, нам далеко. Эх, далеко нам до Запада во всех отношениях, и чтоб седухи были крепкие, теплые. И погода была. Да, и чтобы волонтеров, болельщики боялись. Большое спасибо, господа, что были сегодня у нас в студии, надеюсь на очередную встречу, но вам, уважаемые телезрители, хотелось бы напомнить, что о спорте не нужно спорить, спортом нужно заниматься. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова